Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня у нас 6 марта. Зима продолжается, хотя месяц весенний уже март. Вот кто-то внизу, намного больше, чем эти, в тумане. Потихонечку появится, покажем их. Поблагодарить сегодня никому, кроме Господа. Я имею ввиду по поддержке канала. Сейчас будем уже хорошие голубей снимать. Хватит плохих снимать. Будем хорошие голубей снимать, рассказывать. Нет, не получится. Не получится, потому что мне надо будет резать. Потому что, понимаете, вот вы заходите в голубятник человека. Вот как-то можете определить хороший голубь от плохого голубя. Дорогие мои, ну хорошие, они в резке сидят. Ну какой голубятник хорошему голубю даст корыло? Он обязательно порежет. Почему? Потому что он хороший. Что должен делать хороший голубь? Обязательно должен пропасть. Обязательно должен хороший голубь пропасть. Ну если не пропадет, то хищник 100% его заберет. Понимаете, хороший голубь с крыльями, это не жалет. Это вот плохие голуби. Это вот плохие голуби. Они с крыльями живут. Они как это, да, как колобок. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от сапцана, я от титера уйдет. Понимаете, а вот хороших надо, надо, надо это, да, там, врезать. Вот еще раз про цитурент. Видно? Вот такой писатель был такой в маркере. Никогда не спорьте с идиотами. Вы отпуститесь до ихнего уровня, где они вас задавят своим опытом. Это не я говорю, дорогие мои. Но он тоже старый, наверное, безмозглый человек. В общем, потому что он же не говорит, давай спорить. Давай спорить. Вот у человека есть свое мнение. Вот ты говоришь противоположное, да? Давай спорить. Вот если ты с ним не споришь, значит ты его боишься. Значит ты слабее его, понимаете? Тут не считается мудрость. Понимаете? Так вот, дорогие мои. Так вот, значит, если тебя обманули один раз, виноват тот, виноват тот, кто тебя обманул. Почему? Потому что по-человечески, ну не имеешь права ты сомневаться в людях. Не имеешь права. Почему? Потому что ты не знаешь человека, да? Как ты можешь сомневаться в нем? Проверять, добиться, да? Имеешь право. Понимаете? А вот сомневаться, вот бывает такое, да? Там вот, ну первый раз человека видишь, говорит, я тебя не верю. Ну с какого перепугу ты его веришь или не веришь? Ты его не должен верить и не должен не верить. Понимаете? Ты должен, это огвашек маленький. Надо резать тоже маточник. Ой, что, на хвост садится. Вот так себя садится на хвост. Вот что, да. Ты не должен верить или не верить. Ты должен убедиться. Вот как, это, да, про голубей говорим, что мы не должны рассказывать о них. Красавцы, некрасавцы, хорошие, плохие. Мы должны их в небо отпускать, они сами уже пока что-то опять приподнимается. В общем, в тумане пока никого не вижу. Но они есть. И на самом деле, вы же знаете, сколько раз я говорил, они потом появились. Да, так вот, дорогие мои, есть категория людей. Разные. Они любят обманывать. Другие категорически не переваливают этот обман. Понимаете? Потому что обман, это удел слабых людей. Жаловаться, это удел слабых людей. Понимаете? Сильный человек не будет жаловаться. Сильный человек никогда не будет обманывать. Понимаете? Сильный человек, даже если ошибся, у него хватит сила, духа и гордости признаться, что он ошибся. Понимаете? Он не будет прикрываться за левыми, правыми отмазками. Одним словом, человек, который хочет, он найдет тысячи способов это доказать и показать. Человек, который не может и не хочет, он найдет тысячи причин для того, чтобы этого не доказать и не показать. Опять скидываю. Поэтому, дорогие мои, есть дверь категории голубятников. Одни старые, простые, древние. Наподобие меня. Для которых голуби, для которых голуби это удовольствие, это душа. Понимаете? Которым абсолютно по барабану кто о чем думает о его голубях. Понимаете? Кому-то они нравятся, кому-то не нравятся. Понимаете? Они думают вот так. А есть другая категория, которым интересует, что скажут со стороны. Вот, допустим, когда вы воспитываете своего ребенка, вы же его любите. Вы же любите своего ребенка. Вы же не смотрите, кто что со стороны скажет. Вам беспокоит будущего вашего ребенка. И поэтому, что делать? Вы можете наказать. Вы можете жестко. Можете и то, и другое. Почему? Потому что вам интересен ваш ребенок. И наплевать на остальное мнение. Ну а популисты, лицемеры, да, там. Которых очень сильно влияет вот это, да. Вот он там выходит на публику, рот открывает. Мы вот такую жизнь хотим создать для страны, для той, для этой, да. И мы же тут же скажем, слышь, а почему ты со своим ребенком вот так? Понимаете? Поэтому категории людей разные, дорогие мои. Ну, что вы каждому из нас понравите? Это зависит от нашего внутреннего мира. От нашего, понимаете? Что мы ценим? Что мы ценим? Сейчас поставим на паузу. Пусканируется. Что, так себе? Ну, дорогие мои. Лично в моей жизни, лично в моей жизни я много раз варил уже об этом. Да, есть принципы. Есть принципы, понимаете? Которых я всегда придерживаюсь. Если я что-то обещал, то это слово не может. Вон, с верхних уже появляются. Вот они. Видите? Да. Ну, сейчас пока этих поснимаем. Пусть я приспустится. Если что-то обещал, сказал просто, помогу. Кровизнос, я обязан это делать, понимаете? Да, что-то дикарь пошел резко. Да, я обязан делать. Почему? Потому что, ну, мужик сказал, мужик сделал, понимаете? Это обязательно. Обязательно должно так быть, понимаете? У меня нет отмазки никакие. Вот. Это так получилось, то так получилось. Пятые, десятые, шестидесятые, шестисот шестидесятые, понимаете? То есть, вот эти принципы. Второе. Я же говорил, если тебя обманули один раз, то виноват тот, кто от тебя обманул. Если второй раз, то виноват уже ты. Понимаете? Дорогие мои, я не даю людям второй раз шанса меня обманывать, понимаете? Не даю шанса обманывать, понимаете? Элементарно, приведу пример. Вчера договаривался купить аквариумных рыбок. Человек скинул мне вот этот, фотографии. Это кто? Эти ворона, да. Скинула фотографии. Ну, в общем, посмотрел, понравился. Там шесть штук скалярий, знаете, да, крупные скалярии, две гурами. Ну, я написал ватсап, завтра буду в это время в вашем районе. Все. Ни ответа, ни привета. Звонит, трубку не берет. Та-та-та-та-та. Ну, мне, я поехал, но мне и по делам надо было ехать. Да, вторая стайка появляется, его, они еще с тумана появляются. Ну, в принципе, по количеству голубей можете в начале ролики смотреть, вот столько было. Сейчас он столько сверху появляет, показывает себя. Ну, после чего человек звонит. Ой, простите, у меня там терра-пыры, у меня беда, у меня ребенок заболел, у меня там, блядь, месячные резко начались, у меня ты, у меня это. Я говорю, слышь, моя хорошая, у тебя был шанс продать, ты же сама хотела продать, всех одним разом, понимаете. Ну, не верю, даже если сейчас скажешь, приезжай, бесплатно их забери, я не захочу с тобой иметь дело. Почему? Потому что ты человек неответственный, понимаете. то есть второго шанса я людям не даю. Вот раз обманул и все. Почему обманул? Что случилось? Как случилось? Да это уже твои проблемы, понимаете. Это все ваши проблемы. Жесткое это? Может, жесткое. Может, и на самом деле быть, что у человека что-то произошло или что-то другое. Может быть, конечно. Можно ли простить такого человека дать сейчас? Нет. Почему нет? Да потому что этот человек мог хотя бы элементарно взять мне голосовое сообщение, написать, сказать, знаете, у меня беда. Давайте потом перенесем сделку. Понимаете. Человек этого сделал? Нет. То есть то, что я говорю, понимаете, когда человек хочет что-то делать, у него найдутся тысячи способов. когда он не хочет этого делать, начнут это, да, там, тысячи, это, он найдет тысячи вариантов, способов, как все вот это делать. Да, потихонечку скидывает. Поэтому, дорогие мои, поэтому, в прошлый раз, когда я ролик снимал, я говорил, в общем, человек меня обманывал. я в нем типа как чуть-чуть не наставника видел. Хотел свои голубей отдать. Но, когда человек меня обманывал, этому человеку говорил, забудь этот номер, и все. И с тех пор этот человек для меня не существует. Поэтому не надо мне никаких роликов кидать, посмотреть, понимаете. мне не интересно. Точно так же мне не интересно, кто что мой адрес может говорить. Понимаете. Кто что-то хочет мой адрес говорить, мне говорить, он может мне в лицо прийти и сказать. Если у человека духа не хватает, прийти в лицо стоять, сказать, вот это так, да мне по барабану что он думает, и что он за спиной говорит, понимаете. Это вот первый. Второй. Я опять же первоначально говорю, голуби, голуби, каждый из вас, каждый из вас должен голубей держать для себя, понимаете, для себя. Не для Васи, не для Петя, а для себя. Еще один падает с покрытия, с тумана, вот она, потому что их не было видно, я же говорил, там целая толпа в небе. Да, для себя, скажем так, у вас есть свой ребенок, есть жена, есть тесть, есть теща, есть мама, есть папа, есть брат, есть люди, которые дороги вам. Вы как думаете, они всем нравится? Нет. Из какого перепуга они должны всем нравиться? Они не должны всем нравиться. Главное, что ваш ребенок нравится вам, ваша супруга нравится вам, понимаете, ваша кошка нравится вам, собака нравится вам, голуби нравится вам понимает это ваша а кто что подумает до насрать на них пусть думай сколько хотят пусть думай сколько хотят это их не право думать ну как говорится индюк тоже дома чё с ним стало теперь опять переходим к самому главному понимаете самому главу это что так это птица как называется это птица это голубь что должен делать голубь должен ли голубь кушать кости или то другое ловить мышей охранять двор нет ну голубь должен летает своим виртуальным полетом он должен вам предоставить своим виртуальным полетом предоставить вам удовольствие понимаете можно порезать этих голубей лишить свободу можно правильно ли это можно и рабовладельческий строй тоже вернуть обратно понимаете ведь рабовладельческим сурой люди что же там за себя ничего не решали за них хозяева решали понимаете да это ваши голуби вы хозяин этих голубей понимаете то же самое рабовладелец да он был хозяевом этих рабов он мог их подарить он мог их убить он мог там это да казнить все хотел то и дело правильно ли это нет гуманно ли это нет понимаете можно ли этого делать да теперь может ли человек там в резке показать своих голубей нахваливать по ушам людям ездить вот это так это так это так это конечно может хорошо имеет ли это на этом право и видит на это право правильно ли он поступает нет он неправильно поступает понимаете вот здесь вот такие мелочи 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 про которых мы забываем хотя все самые клубные как эти да там тысячекилометровая дорога начинается с первого шага понимаете представьте себя тысячи километров и один шаг и один шаг должны ли мы правильно жить желательно могут ли все правильно жить да нет конечно для этого их еще должны самовоздействие правильно воспитать понимаете самовоздействие родители должны по уши тянуть обман это да там наказывает объясняет показывает что санок или доченька нельзя вот так поступать нельзя вот это ну гумана ли когда родители наказывают родители но нет конечно за эту шаг могут посадить особенно в демократической европе западе если не дай бог там ребенок на тебя пойдет заяву напишет да я могут посадить законно ли это конечно законно правильно ли это нет неправильно почему неправильно да потому что этому закону по барабану все будет с этим ребенком а вот этот родитель который его наказывает его волнует судьба своего ребенка понимаете хоть он и наказывает своего ребенка да он болеет за него болеет ли те чиновники которые там или прокурор или суди лети другие да им по барабану понимаете получается жизнь наша вся в двойных стандартах понимаете двойных стандартах вот как черный белый вот как как говорит упалки два конца хотя конца не все разные один конец толстый другой тоненький если даже обстругали ровно да там все равно первоначально у этого дерева есть конец сначала толстый потом тоненький понимаете все ли поймут о чем я говорил сейчас нет конечно желательно что поняли конечно легче будет хорошей ли это птица очень плохо очень плохо зимой летают хищников не боятся отвратительные птицы не то что плохая отвратительная понимаете отвратительно для кого она отвратительно для тех у которых нет так вот для них она отвратительная хорошая ли это птица для тех кто гоняет голубей кто на собственном шкуре чувствовать что такой хищник что такой туман что это так вот для них она замечательно для них она замечательно понимаете так кто прав те для которых замечательно или те к для которых отвратительно они каждый по своему праву понимаете в одном доброта другом зависть понимаете одни завистью там захлебывается понимаете а другой с добротой радуется понимаете могут ли эти два вида людей найти общий язык никогда в жизни будут ли их дороги совпадать никогда в жизни понимаете вот поэтому дорогие мои то что я первоначально говорил что есть человек поступил так 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 я его просто вычеркал из моей жизни почему потому что никогда наши пути не будут одинаковыми всегда будут разными вот есть такая что поэтому люди которые гоняют гоняет занимаются всегда будут уважение в этом отрасли в голубеводстве для меня они всегда будут в уважении люди которые это их не голуби люди которые не гоняют режет рассказывает да там для меня никогда не будет интересовать не эти люди как голубятники может он как человек от на отличный человек да а вот как голубятник а меня интересовать абсолютно не будет не будет абсолютно чисто как голубятник этот человек не интересует человек который режет рассказывает мучает птицы у меня не интересует естественно мне него тоже не интересует тоже не интересует человек который гоняет стремится пытается вернуть утраченные качества голубей утраченные качества голубей он мне всегда будет интересовать и неважно сколько ему лет какой он национальности как его зовут какой он должность жизни занимает в общем абсолютно без разницы знаете сели голуби ли еще летать не знаю запоминайте марка твой на никогда не спорте с идиотами понимаете опыта у них до хрена в этом деле они вас задавятся своим опытом понимаете и идиотов очень много а самое интересное что идиоты себя считают за правильно понимаете и армии идиотов намного больше чем армия толковых людей понимать армия толковых людей намного меньше адекватных людей намного меньше понимаете сила неравна и не спорте не обращайте внимание это бессмысленно знаете если была бы хоть малейшая надежда что эти люди поймут свои ошибки да восстановится это да там этот начнет правильно это да можно было еще но опять по собственному опыту я вам скажу красная корова никогда не будет менять свой цвет она всегда останется красной коровой поэтому дорогие мои мир мир голубям небо здравия здравомысляшим а голубей гоняйте сам бог велел их гонять не я а сам бог велел читайте библию кто спас человечество вы представляете но если выпускал своих резаных голубей ну и выпустил резаных голубей до хороших резаных голубей разве они спасли бы человечество нет дорогим поэтому не режьте гоняйте будут ли потери конечно буду заберет ли хищник самых лучших никогда в жизни никогда верить ли в тем которые думают что у них на самом деле забирают самых лучших мы если вам все это показывается годами и после этого вы опять верите что он на самом деле берет самых лучших дорогие мои берет самых у вас проблема а почему он точно также берет у вас самых лучших вот внимательно послушайте почему у некоторых начинающих или молодых голубятников хищник берет самых лучших в их нам голубят не самых лучших потому что птица ваша именно и у из тех голубятников у которых как раз и берет самых лучших допустим я когда кого-то от это да у кого есть там голубят звонит горит вот там этот пропал или того взял или за да я гоной слава богу то есть я говорю да и слава богу освободился от слабого а другие какой-то и что вы это такой голубы были не зачем я тебя его продал а его но я так дешево тебя ему продал понимаешь вот он стоило столько я тебя по-братски от себя оторвал отдал мы что никогда не скажешь что этот голуб на самом деле не заслуживал даже копейку то что он это да там он сотни раз больше взял с него нет поэтому дорогие мои что вы первоначально что вы первоначально сеете то и вы пожнете понимаете но невозможно посадить саженец яблони и получить персик или абрикос не получится если вы посадили саженец вишни то у вас обязательно на этом дереве будет вишня никогда не будет яблоки понимаете поэтому если вы любите яблоки ищите яблони понимаете сажайте саженцы если вы любите гонять голубей гонять голубей ищите голубей с неба с неба с неба вот пришли вот рассказывают а вот этот 58 часов семьдесят восемь секунд отлетал лишь спасибо покажи два часа мне в небе вот это двести пятьдесят метров столба тянет спасибо покажи этого голуби чтобы он метр столб дал или хотя бы сыграл вот так вы не ошибетесь мир мир голубям неба всем спокойной ночи